Бисмилля, альхамду лилля, вассалату, вассаляму аля Расулина Мухаммаду, аля Алихи, вассахбе и Аджма'ин. Саляму алейкум, рахматуллахи, ва баракятух, дорогие сёстры. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, в комментариях под постом, как меня слышно. Ага, слышно. Хорошо, альхамду лилля. Иншаллах, тоаля, месяц январь. А, этому сыну, у него ежедневное повторение своей части. И вот сегодня у него 30-я часть, поэтому повторяет он вслух. Да, распев, чтобы не пропадали навыки чтения. Так, альхамду лилля. Пусть Аллах вознаградит. Амин, амин. Всех наших детей. Так, хорошо. Сёстры дорогие. Иншаллаху тааля. Мы с вами. Я приняла решение, что каждый месяц у нас будет посвящен какой-то тематике. И, иншаллах, этот месяц мы посвятим тематике воспитания детей. Иншаллах. И в этом месяце, в январе месяце, мы, иншаллах, с вами разберём такие темы, как вот сегодняшняя тема нашего урока – это дети и гаджеты, то есть их отношения с гаджетами, как их научить пользоваться. Все равно мы никак не можем повлиять. Гаджеты есть среди нас. Даже сейчас мы сидим с вами, и мы этими гаджетами пользуемся. Вот. Вторая тема наших эфиров будет – это половое воспитание детей. И потом мы с вами отдельно разберём роль отца в жизни ребёнка, то есть какую роль отец играет в жизни ребёнка и какие причины он должен взять для того, чтобы воспитать праведное потомство и эмоционально здоровую личность. И следующую тему, последнюю тему, мы возьмём роль матери в жизни ребёнка. Какие причины она должна взять для того, чтобы воспитать праведное потомство и эмоционально здорового человека. Вот, поэтому январь месяц посетим это, а там уже, иншаллаху тааля, что будем делать в следующий месяц, подумаем и решим. Там, может быть, будем готовиться к Рамадану, иншаллаху тааля, без ниля. Вот, поэтому тема сегодняшнего нашего эфира – это дети и гаджеты. То есть, как дети обращаются с гаджетами, как нужно помочь им, да, если есть друг гаджета-зависимость, и как ее вообще распознать, потому что бывает так, что матери думают, что ребенок гаджета-зависим. На самом деле это не так, есть что-то другое. И мы должны, не должны упускать тот момент, что гаджеты, они являются помощниками нам, потому что сейчас я с вами разговариваю, и я разговариваю через гаджет. То есть, нужно будет правильно научить ребенка обращаться с гаджетами и делать намерение, что это мой помощник в той или иной сфере мне. Вот, например, то же самое повторение Кур'ана. Если вот у меня нет времени сидеть, обычно бывает, что я сижу с сыном, и я его проверяю, он читает, я проверяю. Если у меня нет времени, есть хорошее приложение, я не раз это приложение вам советовала, называется Тортиль. И, то есть, ты включаешь, и этот гаджет тебя проверяет. То есть, если у тебя есть ошибка, он тебя не пропускает, пока ты эту ошибку не исправишь. Или же он тебе там красным выделяет, что ты здесь ошибся, и ты уже у тебя есть на что уделить внимание. То есть, вот, ну, включается гаджет, то есть он как таковое является помощником. Поэтому, но есть и вторая сторона медали, да, у всего есть польза и вред, и у гаджетов тоже есть польза и вред. Поэтому мы можем столкнуться с возможными побочными действиями, да, побочными эффектами, как таковыми побочками. Которые могут возникнуть при обращении с гаджетами. Может возникнуть что? Проблемы с концентрацией внимания. Я сейчас это говорю, да, потому что, ну, мы сейчас с детьми обсуждаем это. Но мы можем это и на себя тоже воспринимать, да, потому что у взрослых тоже это может возникнуть. Поэтому проблемы с концентрацией внимания, дальше тревожность может возникнуть, даже депрессия может возникнуть, проблемы в общении и так далее. Да, сейчас мы это с вами подробно разберем, что и как. Сначала мы с вами разберем те симптомы, которые могут возникнуть, если ребенок сильно привержен гаджетам, да, то есть если у него уже есть зависимость от гаджета. То есть это тогда, когда он любое ограничение гаджетам для него является катастрофой. То есть для него это равносильно для совсем уже очень тяжелой стадии, это равносильно смерти. То есть они это очень так остро воспринимают. Вот, поэтому симптомы высокой зависимости от гаджетов могут возникать головная боль, да, ну, ухудшение зрения. Кто-то может сказать, а, нет, зрение все нормально, но со временем это все равно плохо. Боль в шее и спине, почему? Потому что постоянно голова наклонена. То есть вы же, когда смотрите в гаджет, каждый из нас, это я говорю, вы, я тоже самое, да, потому что у меня такое ощущение, что у меня как бы телефон к руке привязан, потому что я уже стала себя тоже ограничивать там, стала себе кое-какие рамки ставить в плане и того, что и ответов на вопросы, и самого и консультирования, и все остального, и уроки, например, урок заканчивается, а я дальше продолжаю все равно там пользоваться, вот что-то тут надо подделать, здесь надо подделать. То есть и вы всегда с наклоненной головой. То есть чтобы пользоваться так, чтобы шея не болела, нужно постоянно, чтобы он был напротив тебя, чтобы голова была наверху. Но у нас так не получается, поэтому могут возникнуть боли в шее и спине. Может возникнуть тревожность, потому что если это, если посредством гаджета используются там какие-то игры, да, какие-то мультфильмы, да, а зачастую, например, почему появляется тревожность, когда убирается гаджет? Потому что ребенок заменяет себе, вот гаджет является ему таким антистрессом. То есть если родитель, мы, иншаллах, с вами в теме, когда мы будем разбирать роль отца и роль матери, если родитель не дает вот этого чувства поддержки, чувства успокоения и чувства защиты, то вот это все дает гаджет, да, то есть просматривая мультфильмы, они отвлекаются от реальной жизни, то есть они успокаиваются и если забирается, то у них появляется тревожность. Вот постоянная тревожность, если нету гаджета, то он чувствует себя дискомфортно и там плачет, переживает, то это уже может быть симптомом того, что у ребенка гаджетозависимость. Далее, если у ребенка низкая социализация и адаптация, то есть ребенок, например, предпочитает остаться дома и посмотреть, поиграть в игру, нежели пойти поиграться где-то на детской площадке. Если это чуть постарше, то тоже коммуникации, да, отказывается от коммуникации, даже если вы куда-то идете, ему легче там посидеть в телефоне, позаниматься чем-то, нежели пообщаться со своими сверстниками. То есть это низкая социализация и вот если там даже общение с вами, то он предпочитает там быстро короткими там фразами, короткими словами вам ответить и все. Под общением я подразумеваю не так, что вы там, ну я там поговорила, нет. А нужно уделять именно общению, нужно уделять внимание. Вот в день, сколько у вас детей есть, у каждого в день, каждому нужно уделять внимание, свое время на общение, да, для того, чтобы пообщаться, как-то понять, что и как, какие чувства, что может быть что-то есть, тревожности какая-то есть, может быть какие-то дела, которые нужно решить. Ну то есть коммуникации должны быть такими. Не так, что вы там встретились со школой, ой, как дела? А, хорошо, ну все хорошо, давай. Нет, там или там за ужином, там за обедом или за завтраком, там переобменялись там двумя-тремя предложениями, то это не есть коммуникация, да, поэтому обязательно должно быть время, когда вы проводите, пускай это будет даже вместе, да, ну это мы сейчас чуть попозже коснемся, иншаллах. Сейчас мы разбираем с вами симптомы, которые могут возникнуть, когда мы должны распознать зависимость от гаджетов. Если у вас есть какие-то уже вопросы появляются, вы сразу же пишите, сестры, будем разбирать под темами, да, этими. То есть вот у нас сейчас мы разбираем, что такое симптомы, разбираем. Если у вас есть по этому поводу там что сказать, то иншаллах пишите, сразу пишите, мы будем по ходу дела, по ходу лекции это все разбирать, иншаллах. Дальше, что может быть симптомом, то ухудшение отношений с другими людьми, то есть появляется там агрессивность, да, появляется нежелание вообще общаться, появляется вот то, что компания, да, неинтересно, скопление там, когда там скопление людей ему там неинтересно, не хочет он где-то пытается уединиться и быть с телефоном. Лучше посидеть, поиграть в телефон или посидеть, посмотреть мультики или что-то еще, да. У разной возрастной категории людей своя зависимость в гаджете, да. Кто-то там целый день может в Инстаграме сидеть, непонятные видео просматривать, да. Вот, и уже там проходит несколько часов, а тут не сделано много работы и все остальное, это все накладки, да, идут. Кто-то за играми сидит, кто-то за мультиками, то есть это внутренняя гаджетовая вот эта зависимость от любой соцсети, это уже рассматривается по возрастной категории индивидуально, да. Вот, также может возникать бессонница или любые другие нарушения сна. Вот. Это основные симптомы, которые могут, наличие которых может говорить о том, что у того или иного человека, а мы сегодня разбираем с вами детей, есть высокая зависимость от гаджетов. И вообще, почему возникает это? Давайте разберем причины, да. Почему может возникнуть вот эта гаджетозависимость? Гаджетозависимость, она возникает тогда, когда родители пытаются заменить себя гаджетом. То есть, смотрите, я всегда говорю, да, ой, а ребенок там, например, если вы скажете, ой, а ребенок там, что мне делать? Вот я даю, я даю мультики, да. Вот. И... А если не давать мультики? А если не давать мультики, он мне будет мешать на кухне? Или он мне будет мешать? Ну, пусть мешает. Он, вы как хотите, чтобы он познал этот мир? Мы все так выросли. Вы что, не так выросли? У нас, в наше время, аль-хамду-ли-ля, не было гаджетов, да. И, аль-хамду-ли-ля, не было гаджетов, таких, как стиральная машинка и других там, посудомоечная машинка, еще что-то, еще что-то. У нас даже, я помню, в детстве не было пылесоса. И, то есть, вот, я помню, мне уже было лет 10, и мама уже там приобщала нас к работе, к домашней, да, и мы подметали веником, вот, который сыпался, и потом после него еще нужно было ходить и собирать эти палочки. Вот, и мыли полы, не сейчас, которые швабры, самовыжимайка там и все остальное, да. Вот. То есть, аль-хамду-ли-ля, за это тоже время, аль-хамду-ли-ля. Вот. И мы выросли, аль-хамду-ли-ля. Поэтому, при этом, что при этом мы знакомились с этим миром. И ребенок, по сути, вот, когда говорит, ой, он туда залез, туда залез. А что вы хотите? Чтобы он спокойненько сидел себе на месте до 10 лет, а потом, например, да, там, в 10 лет он все умел, потом говорит, ой, да он даже не умеет, вот, целый день в этом телефоне сидишь, вот, ты не умеешь даже это. Даже вот тренера, например, по спорту, да, вот, они сравнивают дети, которые постоянно в телефоне, и дети, которые от гаджетов не сильно зависимы. Я не говорю, что совсем исключить, совсем исключить тоже нельзя, потому что мы живем в таком сейчас временном отрезке, когда гаджеты необходимы, да, то есть есть в них необходимость. Вот. Поэтому если совсем вы отрежете, совсем уберете, то запретный плод вкладок, они видят эти гаджеты у всех, и у них будет появляться еще и такая реакция, что у всех есть, извиняюсь, сестры, что у всех есть, а у меня нет, и поэтому может быть тоже возникнуть из-за этого кое-какие трудности. Поэтому нужно, как мы, мусульмане, аль-хамду-ли-ля, золотая середина должна быть. Золотая середина должна быть, и мы должны придерживаться этой золотой середины и научить детей пользоваться гаджетами, чтобы они не были им во вред, да, и в первую очередь во вред их религии, то есть чтобы это не отвлекало их от поклонения, чтобы они не делали поклонения между гаджетом, а чтобы гаджет был для них средством для информации, средством для связи и средством для распространения благого. Вот. Поэтому когда родитель начинает заменять себя гаджетом, то это может быть причиной того, что ребенок будет гаджетозависимым. Почему? Потому что многие предпочитают, ой, отдам ему телефон и сиди здесь тихо, не отвлекай меня, да, вот. Но пускай отвлекает, ничего страшного. И там вы, если убираетесь, а он ходит там, играется, например, да, я иногда смеюсь или вспоминаю вот своего первого ребенка, ну, дочь, да, вот, и когда она у меня родилась, ну, по воле Аллаха, да, у меня помощников не было, кроме мужа, но супруг приходил поздно вечером уже после работы, ну, до этого времени я же не могу сидеть и ничего не делать. И я так смеялась, говорю, если бы была в то, и в это время не было пока что там смартфонов, чтобы снимать это на камеру, кому-то там даже для себя оставить в памяти. я вот, когда рассказываю детям, да, я говорю, что вот, вы представьте, вот, чтобы там накормить там тебя, там, вот, если кто-то со стороны посмотрит, он, наверное, думал бы, что я, наверное, какая-то это, ну, чуть-чуть у меня депрессия или что-то еще, да, то есть я такие там отвлекательные маневры там отвлекала, там, чтобы полы помыть там, в общем, пока полы моешь, там, ты и поиграй, и поиграй, и поигрался там, и поразвлекал, пока полы высохнут, да, то есть мама, это мама и папа, да, я сейчас говорю, не только мама должна в этом направлении работать, но и папа тоже должен принимать участие. Мы об этом с вами подробно коснемся в следующих эфирах, когда будем отдельно разбирать и маму, и папу. Вот, поэтому нужно быть креативным и подумать, ага, что я могу сделать, да, там, вот. Но ни в коем случае до трех лет уж точно гаджеты в руках ребенка не должны быть. После трех лет можно там на минут 30 знакомить просто с телевизором, да, и знакомить, как сейчас, аль-хамду-ли-ля, знаете, как было тяжело, вот, как было тяжело в детстве дочери моей, а уже вот в детстве сыновьях более или менее это было, и то тоже было там, очень узко были эти мультики исламские, да, сейчас, аль-хамду-ли-ля, есть, я сейчас после эфира вам отправлю группы, вот, в которых, например, сестры постарались, братья постарались там, даже с тех же самых там современных мультиков они там убрали какие-то моменты, убрали музыку, да, вот, ну, ребенок все равно, он чем-то хочет развлекаться, и иногда хочет не только игрушками играться там, а, ну, там, посидеть, посмотреть телевизор. Вот, после трех лет, ну, на 30 минут в день, не по три часа он сидит за этим телевизором, а 30 минут в день, вот, можно будет знакомить с телевизором, и там уже, иншаллах, после там где-то годам к семи только, да, если есть в этом такая острая необходимость, а бывает, что мы сейчас все онлайн, да, у нас обучение онлайн у кого-то, у кого-то не онлайн. Если сестры выбирать, например, часто спрашивают там, мое мнение, вы за какое обучение, онлайн или оффлайн, если есть возможность, что эта школа, она исламская, да, там, раздельно мальчики, девочки раздельно там, и само преподавание там не касается, да, этих каких-то тем, тем ширка, да, есть в этой программе, и эта школа придерживается это мнение. Конечно же, я за оффлайн формат. Я в любом случае, это хорошо, когда ребенок ходит, коммуницирует, то есть занимается, обучается. Но если нет этого варианта, то, конечно же, онлайн формат, но вы дополнительно нужно обеспечить детям какие-то коммуникации, да. Понятное дело, что, например, если это находится где-то в том городе, где большинство, например, там, не мусульмане, есть мусульмане, есть большинство не мусульмане, и там какие-то кружки, секции, да, нужно обязательно, чтобы ребенок тоже это посещал. Ну и смотреть на посещение, да, как у них, что, где и как, чтобы не было там тоже в этих посещениях храм. И если вот родитель будет замещать себя всегда гаджетом, вот вместо того, чтобы, например, там поиграться с ребенком, а поиграться вы можете, часто все, ой, на, возьми телефон, и я тоже спокойно посижу в телефоне. Или там включили телевизор, да, ой, телевизор спокойно смотрит, я хоть тоже в телефоне спокойно посижу, я хоть тоже там свои там что-то поделаю, да. То есть мама, у которой вот так вот не, или папа, да, не расставлены приоритеты, приоритеты какие, а так, чтобы у ребенка сформировалась сначала реальная жизнь, а потом в виртуальный мир. И если так будет идти, то когда он вырастает уже подростком, у него неверно расставлены будут приоритеты, потому что мама и папа вместо того, чтобы уделять ему время, говорили ему, на, тебе телефон, то есть отдавая гаджет, телефон, планшет, что угодно, телевизор, вот, то получается так, что в итоге ребенок, когда растет, у него неверно будут расставлены приоритеты, то есть он будет думать, ага, телефон важнее, чем общение с родителями. Ага, сначала виртуальный мир, потом реальная жизнь. Сначала я должен уделять внимание виртуальному миру, и так, у ребенка складывается такое мнение, я лишний для своих родителей, я им мешаю. И чтобы не доставлять неудобства своим родителям, когда я сижу в виртуальном мире, тогда они, им хорошо, им спокойно, и поэтому мне больше нужно быть в виртуальном мире, нежели в реальной жизни. И когда появляется там он подросток, и родители начинают, да вот, он с нами не коммуницирует, он нас не уважает, ему в первую очередь телефон, если телефона нету, он с нами плохо обращается, вот, то не жалуйтесь, вы сами это ему дали, вы его сами научили. Я вам объясняла уже на предыдущих наших уроках, да, что ребенок, он рождается пустым. Он рождается пустым. И именно родители становятся причиной, да, чему они его научат, что они ему, в него посадят, да, что посеешь, то и пожнешь. Не жалуйтесь, это ваша заслуга. Это ваши причины, которые вы брали. Вы же хотели, чтобы он вас не трогал. А сейчас вы от подростка ждете какого-то уважения, ждете, чтобы он с вами какие-то, как-то коммуницировал, когда говорят, ой, он совсем со мной не разговаривает, целый день в телефонах сидит. А вы до этого, что вы делали? Когда он был маленьким, что вы делали? Ну, давали телефон. Ну, все тогда, о чем тогда речь? Речи здесь не может быть. Поэтому, например, бывает, вот, бывают в путешествиях, да, и, ну, в сафорах. И бывает там, едем, едем мы на поезде. И дети говорят, ой, все эти в телефонах мам сидят. Одни мы, наверное, не сидим в телефонах. Я говорю, ну, вы отличаетесь, значит. Потому что даже у подростков телефон как средство развлечения, он максимум на один час. Максимум. То есть уже они понимают, они уже приучены, научены. Больше часа им самим уже некомфортно, потому что к чему ты приучишь? Дальше что делаете там? Поиграйтесь в какие-то игры там. Почитайте книгу. Просто посидите в окно, посмотрите, Аскары почитайте. Все. Вот. Поэтому, когда родители заменяют себя гаджетами, не удивляйтесь, что когда ребенок вырастает, вы ему уже не нужны. У него уже есть тот, от кого он получает внимание там и все остальное, да. Поэтому там уже появляются виртуальные друзья, поэтому в реальной жизни друзья не нужны. Там уже появляется там свой какой-то мир, который он построит, как ему надо. И он будет уже понимать, что там все по его, да. То же самое вот эти игры. Игры тоже есть разные. И нужно смотреть на какие. Вот эти я против этих игр, в которых, например, есть то, что там ферма, да, ты там себе там посадил себе картошку. У меня супруг говорит, как посадил себе картошку? По экрану провел и посадил. Говорит, мы в наше время, чтобы вот там кусок земли там родители выделяли, это твоя ответственность, и чтобы картошку до ума довести, сколько пота нужно было, чтобы пролилось. Вот так они и воспринимают потом этот мир. Они не знают, что и как делается. Труд у них отсутствует. Вот. Поэтому. Чем чревато для малышей? Если вы заменяете, вот если у них будет раннее знакомство с гаджетами, чем оно может мешать им в дальнейшей жизни, да? А если ребенок постоянно сидит в гаджетах, вот вам нужно, чтобы он там спокойно сидел, вы там, он поигрался там, потом вам, может быть, у вас одно устройство, да, вам понадобился телефон, говорит, дай сюда телефон там. Вот. И чем чревато это для малышей? Тем, что они не будут изучать свойства окружающего мира, то есть они не будут понимать там, у них будет отсутствовать знакомство. Дальше они перестанут изучать возможности и способности своего тела. это к тому, что вот, например, тренера вот спорта, спорт, любой спорт, там требуется, чтобы ты умел пользоваться своим телом. И дети, которые постоянно подтверждены гаджетом, они, во-первых, они вообще не хотят заниматься спортом, им это неинтересно, они считают, что им это не нужно. Ну, те из них, кто более или менее хотят, да, когда они идут, тренера говорят, вот те дети, у которых нету гаджета зависимости, они лучше пользуются своим телом, они лучше умеют его использовать, у них реакция лучше, чем те, у которых есть гаджета зависимости. Поэтому, если ребенок с раннего возраста знаком с гаджетами, у него уже нету возможности изучать свое тело, изучать возможности своего тела и изучать способности своего тела. А дальше, что не развивается крупная и мелкая моторика. А это с чем связано? Это связано с развитием речи. поэтому у кого малыши, сестры, вот я прям специально советую всем по своему жизненному опыту, я говорю, все, что я вам говорю, это все я применяла на своих детях, путем может каких-то ошибок, были и у меня ошибки, которые мы никто не застрахован от ошибок. вот, я, например, если там готовила на кухне, приходит ребенок, да, я беру, ставлю большой тазик, или там бывает кастрюлю, да, и насыпаю туда крупный этот, как он, нут, или фасоль, если есть, да, заранее покупаю это килограмм или два, вот, и пусть ребенок вот с ней что хочет делать, вот ему гаджет на полчаса, поверьте мне, на полчаса будет, да, вам немножко хлопот больше от этого, да, вот, что он может там захотеть раскидать, это даже будет его инициативой, да, он захочет там взять там, кидать на пол даже посмотреть, пускай, как он будет познавать окружающий мир, если вы ему не покажете этого, да, вот, но это развивает мелкую моторику и от этого зависит развитие речи, потому что вот это если нейродинамика, нейропсихология, да, вот это развитие мозга и оно очень тесно связано с моторикой, девочки 1,4, все в рот тянет и так с крупой не оставишь один на один, но они в этом возрасте обычно все в рот тянут, им интересно попробовать это на вкус, поэтому ну ребенку 1,4 еще рано, чтобы он давать ему крупу какую-то, да, вот, попробуйте такие сейчас большие бусинки, но сидеть рядом, мне честно до сих пор этот гаджет нравится, но я это тоже гаджетом называю, вот, сидеть и такие вот есть сейчас крупные такие как шарики, да, они сидеть рядом, если вы хотите там чем-то отвлечь, ну дайте ей тазик с мукой, да, это даже смешно получится и немножко хлопотно вы уберетесь, но вы вкладываете в будущее вашего ребенка, вы потом будете пожинать эти плоды, вы сначала сажаете, а потом пожинаете, а мы хотим сразу пожинать плоды, а ничего не сажать, поэтому вот дочки 1,4 если все в рот тянет, у меня такой второй сын был, ой, невозможно было с ним выйти даже на улицу, вот если за ним глаз да глаз не будешь и вплоть до трех лет я не могла приучить его, чтобы он вот не тянул все себе в рот, любая вещь, зато знаете, вот из всего нужно выбирать как сказать, из 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 каждой трудности нужно выбирать благо, да, зато если вдруг я что-то потеряла, вот даже один раз я потеряла иголку, обыскалась везде, не могу найти, а уже была, ну, ночь, уже дети спали, и думаю, ой, ладно, не нашла, не нашла, завтра утром проснемся и найдет этот средний сын, найдет ее, так получилось, сила того, что вот он любопытный, ему все нужно было потрогать, все взять, вот, но уже к тому времени, вот к двум годам он уже стал показывать мне, что он хочет взять это в рот, вот он сначала показывает, да, а потом, если, конечно, ты успеешь за это время сказать ему, не, 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 дай, 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 я тебе дам другое, там, и вы там какой-то овощ ему в руку даете, и вот он этот овощ себе в рот, вот, а я думаю найдет, и вот он действительно проснулся на утро, и он уже так несет мне и показывает, да, можно, нельзя, вот, и, ну, уже к этому времени он уже и говорил, можно, можно, там, и я, а, все, ты молодец, ты нашел, и из всего можно было извлечь, но за это время мы побывали, не раз побывали с ним в трамп-пункте, потому что он глотал всякие монетки, вот, находя, находив их на улице, там, камушки, виска поели не раз, вот, поэтому не, не смотрите это так, вот прям, вот, все, все в рот тянет, все это плохо, значит, у нее такое знакомство с окружающим миром, у нее, значит, все через осязание, вот, все попробовать, и, вот, вы, когда, вот, знаете, человек, который, вот, бывает так, вот, человек пробует, и от этого получает наслаждение, вот, а, кто-то там, ну, вот, потрогал, и все там, да, вот, то есть, у нас у каждого разное восприятие этого мира, кто-то вот увидел, уже все, обрадовался, а кто-то от увиденного может и не обрадоваться, пока это не попробует, да, вот, поэтому, это неплохо, сказать, что вот это все, это плохо, и вот все на этом, ага, у моей мамы есть такой же опыт, вернулась на кухню, а кухня в растительном масле и муке, и ее дочь посередине, ну, аль-хамду-ля, ничего страшного, все через это переживают, и мука посередине, и крупа рассыпана, и еще что-то, важно в этот момент, сестры дорогие, когда вы, например, как-то отвлеклись, ваш ребенок нашкодил где-то на кухне, где-то у вас нашкодил, каждый ребенок по-разному шкодит, у меня, например, у старшей дочки всегда были, вот у нее было такое развлечение, она раскидывала вещи из шкафа, она все вещи должна была скинуть на пол, а потом сидеть среди них и их перебирать, каждую вещь рассматривать, каждую пуговицу трогать, вот, то есть я уже знала, я если уходила, я если чуть-чуть проглядела, ушла на кухню там, и все, тишина, она не пришла за мной, то это значит, пиши, пропала, шкаф весь на полу, и важно в этот момент, дорогие сестры, в этот момент ребенка не ругать, не пугать, не обвинять, ты такая плохая, там, ни в коем случае, там, не наказывать за это, почему, потому что, ну, это ребенок познает так, вот, у него такое осязание, вот, мира, пройдет ли это, конечно, пройдет, прошло ли это, прошло, сейчас, вместо того, чтобы раскидывать, в полках, наоборот, наводится так порядок, что, нет никаких нареканий, поэтому, сестры, это так ребенок познает мир, отдавая, если вы им будете отдавать гаджеты, в руки, он так мир не познает, и, это у маленьких детей, да, мы поговорили, чем это страшно у взрослых, у более старших детей, ежедневное залипание в гаджетах по 5-8 часов, ведет, приведет к социальной дезадаптации, то есть, после того, как регулярно проведение многочасовое потребление, различные такой, не связанные между собой информации, у них вот мозг развивается так, что у них будет поверхностное восприятие и мышление, поэтому они будут кем? Тугодумами, то есть, они, у них логическое мышление будет отсутствовать, если будет отсутствовать логическое мышление и креативное мышление, да, и критическое мышление, я вам скажу, то это чревато тем, что они будут, вот просто глупыми, и то же самое, самое главное, к чему каждый родитель стремится, это, чтобы ребенок был праведным, то же самое, и восприятие религии будет у них плохое, если будет вот так, и, конечно же, классическое, самая классическая схема, да, когда сформировано зависимое поведение от гаджетов, это что? Это ситуация, когда ребенок ищет внутреннее успокоение, не в себе, а во внешних факторах, то есть он сам себе помочь не может, а человек должен быть устроен так, что он может сам себе помочь, то есть он, вот, например, если вас что-то тревожит, вы же что делаете? Вы начинаете себя там успокаивать, брать какие-то причины, да, там, выпили валерьяночки, или там еще что-то сделали, в первую очередь, конечно же, прочитали что-то из Курана, да, то есть вы уже ни в ком не нуждаетесь, но иногда бывает, что нужна и помощь, да, вот, но сам человек, сам человек сам себе может помочь, хотя бы первую скорую помощь, он себе может оказать, и поэтому, когда ребенок, у него формируется вот это зависимое поведение от гаджета, то, значит, он, у него есть внутреннее беспокойство, и он не может его сам себе помочь этим, даже к вам обратиться он не может, да, с этим, и он это ищет во внешних факторах, то есть, посидев там 5-8 часов в гаджетах, это его успокоит, и он как-то отвлекается от тех, внешних факторов, которые у него есть, да, если это тревожность со стороны вот родителей, которые, например, бывают, если родители постоянно конфликтуют друг с другом, а еще и на глазах у детей, то это чревато тем, что вот ребенок будет чувствовать постоянную тревожность и уходить, стараться убежать от этого, поэтому родителям следует что сделать? Проявить внимание, если ребенок приходит в расстроенных чувствах и бежит к игре, например, настаивает, требует, если он без гаджетов перестает выполнять какие-то задачи, то об этом стоит задуматься, да, вот. Дальше, что у нас? В каком возрасте, например, ребенку гаджеты могут быть воздействием минимальным, да? В каком возрасте можно уже знакомить со смартфоном, планшетом, компьютером, да? Самый оптимальный возраст – это 7 лет, да? 7 лет уже, когда эмоциональное состояние более-менее стабильное, когда уже появляется больше ответственность, потому что с этого возраста уже ребенка мы научаем, начинаем что делать? Приучать к намазу, то есть мы в нем формируем дисциплину, ответственность, да? То есть вовремя совершения намаза, то есть выполнение тех или иных действий в намазе. поэтому уже вот с этого возраста можно уже знакомить ребенка с планшетом, смартфоном, начать знакомство. Не так, что вы там дали, сколько хочешь сиди там, или подарили, сколько хочешь там проводить. И, конечно же, и, конечно же, важно, насколько родители сами пользуются этими гаджетами. Почему я вам скажу? Потому что ребенок – зеркало своих воспитателей. Он стремится, что? Быть похожими на них. И если родитель целый день в гаджетах, а ребенку говорит, что ты сидишь в этом гаджете, то это ничего не получится. И был у меня один такой случай. В общем, ребенок гаджетозависимый, очень плохие отношения с мамой, вообще никак не коммуницируют они оба друг с другом. Но мама хочет близости, а ребенок никакой близости уже не хочет. Все, у него есть гаджет, все, у него все хорошо. Ну, когда выясняется, что и мама была тоже, ну, мама тоже постоянно в гаджете. И вот, смотрите, с ребенком более легче было договориться, что вот использование там, сейчас мы чуть позже с вами коснемся этой темы, да, как помочь ребенку, если вы уже, никто не без ошибок, если кто-то уже приучил ребенка к гаджетам, то нужно будет помочь ему от этого избавиться, если вы, конечно же, хотите. Если вас все устраивает, то каждый сам отвечает, несет ответственность за свою пасту. Вот, поэтому и с ребенком легче было договориться, нежели с мамой, да, хотя бы на 2-3 часа убирать гаджет совсем, я это называю детокс, да, вот, или выбирать какие-то дни недели, да, что вот, например, в этот день вообще гаджет мы не трогаем, да, вот, или там в день уделять там час-два мы не трогаем, мы проводим время вместе, там общаемся и все остальное, да, вот, то с мамой было тяжелее, и там, конечно же, ребенок хотел, ребенок соблюдал, мама не соблюдала, и там были такие вот сопротивления. Поэтому ребенок, ваше зеркало, он смотрит на вас. Если вы целый день залипаете в телефоне, в гаджетах, а ему говорите, ой, там, что ты там целыми днями сидишь, то так не получится, дорогие мои. В раннем детстве от полутора до трех лет активно развивается речь. Если вы хотите, вот, сейчас сестра вот писала, дочке 1,4, вот сейчас начнет у нее активно развиваться речь, активно развиваться внимание, активно развиваться мышление и восприятие. И важно, вот этот период от полутора до трех лет нужно поймать и очень хорошо им воспользоваться. В этот период важно привлекать ребенка к домашним делам, к домашним делам. Пускай вместе с вами моет, как-то моет там полы. Дайте ей, ему там кусочек там, пылесосите вместе там, пусть ручку подержит там, пусть ему это, он завлекается там, хохочет, ну, пусть это делает. То есть, смотрите, я всегда говорю сестрам, да, когда бывает, послеродовая депрессия тоже существует. Это не, нельзя это говорить, что ее нету, а какая послеродовая депрессия там у мусульман, нет, она есть. И я всегда мамочкам говорю, маша Аллах, молодцы, отлично. С дочками вообще я настолько вот, аль-хамду-ля, я вот, я люблю тоже девочек, это не значит, что я не люблю мальчиков, у меня, например, одна дочка и двое сыновей, да, вот, и кто-то подумает, что я там мальчиков больше люблю, нет, я на самом деле, я так наслаждалась, когда у меня была дочка, вот она у меня была одна, пока не родился второй сын, и вот это такое наслаждение, она мне как моя маленькая, это дополнение, да, там, вот она всегда хвостиком, ты идешь на кухню, она хвостиком там, что-то режешь, она там что-то тоже как бы, вот пытается там воспроизвести, вот моете окна, там тоже там моет окна, белье развешиваешь, там за тобой ходит, тебе там подает, там какие-то ей задания даешь, даже вот когда родился второй сын, да, я вот, например, там, ну, переодеваешь памперс, складываешь эту памперс, даешь ей, иди отнеси в мусор, и она бежит вот этой, детям это нравится, поймайте, наслаждайтесь этим моментом, я всегда говорю, материнством наслаждайтесь, потом настанет время, когда они вырастут, вам уже, ну, наслаждаться, вы уже не будете наслаждаться материнством, вы уже будете пожинать свои плоды, вот тогда вы уже будете пожинать плоды, а наслаждаться нужно вот именно в этом возрасте, вот именно вот в этом маленьком возрасте, Поэтому важно этот момент поймать и привлекать ребёнка к домашним делам, вместе наблюдать за природой, да, там, а что-то посмотри, вот это, а там собачка бежит, гавкает, аф-аф, да, там, кошечка там мяу, ещё что-то. Вот в этом возрасте до трёх лет. Дальше уже, когда дошкольный возраст, ребёнок что делает? Вот он познаёт окружающий мир через что? Через общение, почемучки начинаются. И игры, да, начинает играть уже через игру и общение, и почемучки. И вот я всегда говорю, забудьте, родителям говорю, забудьте слово «не знаю». Даже если вы не знаете ответ на этот вопрос, который задаёт вам ребёнок, сделайте вид, что вы вот ищете информацию. Сейчас гугл вам в помощь. И вот когда, например, я вижу, родители там идут, ведут там из садика или просто гуляют, и она говорит, «Мам, а почему вот это так?» И она говорит, «Ой, хватит, отстань». Или там, «Ой, не знаю». И думает, я сказала «не знаю» и избавилась, да, там. Нет, нельзя так. Там, если спрашивают, «Мам, а почему вот этот листик упал?» Не поленитесь объяснить, почему он упал. Вы же это знаете. Вот поэтому не ленитесь рассказать, что листик упал, потому что он уже, пришло его время, он был зелёненьким, там осенью, да, если там он был зелёненьким, он составился и он упал, то есть он износился там или ещё что-то. То есть если вы не знаете, например, ответ на этот вопрос, ну там сами, да, там «О, а как ответить?», то вы сделайте вид, что вы ищете «Ой, а почему же?» А ну-ка давай посмотрим, что стало причиной, что это так произошло там, или что это такое, да, там. Вот, поэтому слово «не знаю» не говорите им. Когда вы говорите им «не знаю», всё, у них со временем пропадёт интерес вообще вам задавать вопрос, и вы, у них, у самих вообще пропадёт интерес как-то о чём-то кого-то спрашивать, узнавать и познавать вообще мир, да. Вот, поэтому, начиная уже с школьного возраста, это младший, если школьный возраст, это с 6 где-то до 11 лет, это до возраста томис, да, когда ребёнок уже достигает того, что он ещё не половозрелый, но уже он томис, он уже различает женщину от мужчины. Тут уже вот развивается интеллектуальная сфера, такое произвольное внимание и память, и умение, что действовать по правилам. То есть, если вы игру вот задаёте правила, поэтому Всевышний Аллах вменил нам в обязанность уже с этого возраста начинать обучать намазу, да, и уже к 10-летнему возрасту, если он отказывается совершать, его можно уже и наказать. Потому что у него уже в этом возрасте есть умение действовать по правилам. То есть, ага, нужно там, произносишь такбир, потом произносишь, как, соответственно, там ставишь руки. Вот, то есть, правила вы ему объясняете, он уже это понимает, и у него уже развивается, в этом возрасте он уже умеет действовать по правилам. И в этом возрасте важно, вот, настольные игры, подвижные игры, настольные развивающие игры, и поэтому это всё будет им большим благом. И вот в этот период, там, до 10 лет, можно использовать гаджеты, да, вот, смотреть за этими гаджетами, можно использовать до максимально, до полутора часов в день. Это максимально, как можно использовать. Если уже так получилось, что вы уже, ну, все мы ошибаемся, и может быть так, что, может быть, уже возникло привыкание к этим гаджетам, да, что нам нужно сделать? Нужно нам, во-первых, сразу же убирать нельзя, я вам так скажу, потому что если вы будете убирать сразу, то возникнет что? Возникнет негатив в сторону вас, то есть вы будете таким человеком, что тот, кто причиняет мне большое зло. Я даже вот не говорю родителям, потому что он уже вот всё у вас как родителя не воспринимает. Вы уже не авторитет ему, а авторитет ему гаджет, и тот, кто в этом гаджете что-то вещает. Вот, поэтому, если вот там вы давали, и в маленьком вот дошкольном возрасте вы хотите уже отучить, да, альтернативу нужно давать яркие книги, развивающие игрушки, да, и можно, например, давать такие вот как игрушки, как гаджеты, да, там нажал кнопочку, там она что-то тебе ответила, не музыку сыграла, да, для нас, для мусульман это неприемлемо. Сейчас есть такие, даже в детстве моих детей были планшеты, да, такие планшеты, вот я не знаю, сейчас они есть или нет, мы уже ими не пользуемся, сейчас скажу, лет 5-6 точно. Вот, когда они были вот в маленьком возрасте, каждому было по 3-4 годика, они пользовались вот этим, и он им переходил от одного к другому, вот, то есть планшет там так нажимаешь, и там она какую-то суру прочитает тебе. Вот, и там есть там нажимаешь, там он тебе там альфа-тиху расскажет, нажимаешь, это где-то у меня, он у нас лежит, вот, просто как память, да, вот, но им никто уже не пользуется, вот, да, и сейчас уже мало кто захочет им, я сейчас уже не встречаю это в продаже, хотя зря, очень зря, потому что вот смартфоны не очень хорошо. Как вы считаете, как быть с Мусховом? Дочка очень любит листать его, но может помять, порвать, давать или нет. Стараюсь под присмотром давать, но она сама хочет без меня, чтобы я не мешала. Дайте альтернативу, потому что, ну, Мусхов, пока детям нельзя давать Мусхов, почему? Потому что, вот, потому что они еще не понимают, они дети, и они могут, ну, там, порвать, да, незначайно. Не потому что они не хотят, намерения у них нету, а потому что они вот, смотрите, почему дети рвут книги? Вот я всегда своим детям покупала какую-нибудь книжку, которая, вот, я знала, что она нам не понадобится, там, с какими-то картинками, конечно же, бесхарамными картинками, ну, там, всякие там. Могла купить книжку, там, «Животный мир». И я отдавала им эти книжки и не обращала внимания на то, что они их порвут, там, листают, потом оторвал одну страничку, выкинул, потом еще пролистал, другую страничку выкинул, вот. И скажете, ой, они получатся все так, обращаться так с книгами. Нет, они просто учатся обращаться с бумагой. А уже при учении отношения с книгами, отношения со своими вещами, это уже по-другому будет, да. Поэтому купите дочке какую-нибудь книгу, да, ну, ненужную, в которой нету картинок, а есть только вот надписи. Может, я ее просто привлекаю, что есть только надписи, да. Вот. Ну, купите такого же цвета, если она, вот, ей нравится мусхов, вот, купите такого же цвета, ну, постарайтесь дать альтернативу, как-то там, отвлекать, там, и вот, скорее всего, вы часто заглядываете в этот мусхов, маша Аллах, баракаллахфикум, и поэтому ей интересно, потому что дети, они как губка, они как зеркало, ваше отражение. Она хочет быть похожей на вас, и поэтому она думает, вот, но она еще не умеет обращаться с книгами, как подобает, да, поэтому она может порвать, но она хочет тоже так же, вот. И поэтому возьмите, купите какую-нибудь другую книгу, и в эту книгу тоже часто заглядываете, и вот посмотрите. Но это, конечно же, аль-хамдуля, похвально, вот, что такая любовь к Курану, и это, наверное, ваша заслуга, потому что если бы вы не заглядывали часто, ребенок просто так не будет проявлять интерес к тому, к чему нет интереса у родителей. Так, давайте закончим тему, потом я с намазом вам скажу, да. Сухра, я отвечу на этот вопрос чуть позже. Смотрите, если ребенок уже, вот, гаджеты зависит, да, если это маленький, то альтернатива, яркие книги, развивающие игрушки и какие-то вот умные такие вот гаджеты, которые я вам объяснила. И покажите, конечно, собственный пример. Это работает лучше всех объяснений и нравоучений. Например, смотрите, если это уже ребенок, уже, который уже от шести где-то или лет, да, ну, от семи, вы подросток уже, да, показывайте собственный пример и вводите альтернативу. Например, введите в повседневную жизнь традиции какие-то, ваши традиции, семейные традиции. Никто не говорит, что это беда, потому что вы не связываете это как-то с тем, что это обязательность в религии. Это ваши семейные традиции, которые не нарушают шляпы, да. Например, отключать телефон за час до сна. И все отключают. Вы в том числе. Вы в этом числе. Вы первые, кто будет это делать. Потом, например, с утра брать телефон в руки только после выполнения утренних ритуалов. Там душ, зарядка, там что у вас там. Завтрак, ну, у каждого разно, да. Кто-то душ принимает, кто-то просто лицо умывает, зубы чистит. Я не говорю о намазе, да. Утренний намаз – это совсем другое. Кто-то после утреннего намаза ложится поспать, кто-то не ложится поспать. У кого-то ребенок еще спит на утренний намаз, не пробуждает. Сейчас я об этом тоже скажу. То есть какие-то традиции вводить, да, вот вводить традиции там. Есть там вот ритуал сна. Например, можно собираться перед сном и без гаджетов. Вот вы, например, за час до сна выключили гаджеты, и можно сидеть и с детьми, например, если это уже семилетний ребенок, он будет с вами разговаривать, коммуницировать, если он с вами не коммуницирует, нужно задуматься о его эмоциональном состоянии и доверии по отношению к вам. То, если это все нормально, то вот посидеть, поговорить, даже рассказать, как прошел ваш день, да, там, и вот в ходе разговора там узнать, как прошел их день. Пусть это будет вашим таким ритуалом сна, да, перед сном вот так вот поговорить, да, или почитать какую-то книгу, да, каждый по очереди, там, по две-три строчки. Или вы читаете, они вас слушают, вот так. То есть вы сами думаете, что для вас будет эффективнее, и это используйте. Использовать смартфоны в развивающих целях. Это нужно делать, когда вы уже начнете знакомство. Нужно использовать в развивающих целях, чтобы он потом привык, что делать именно это с целью развития. Например, вот я там нашла какую-то игру, то есть угадывать там арабские буквы. И вот долго, чтобы сохранить и свое эмоциональное состояние, да, и состояние там, эмоциональное состояние сына, потому что вот он никак у нас не получалось вот прям соединять буквы арабские. И вот я нашла эту альтернативу, да, там такая игра, и я, например, я стою на кухне, готовлю кушать, а он рядом со мной сидит, играет, я вижу, что он читает, у него там получается, все, он доволен. Я ему тоже рядом стою, говорю, ой, молодец, молодец, да, при этом я от своих обязанностей, готовки не ухожу. И поэтому все, сейчас, например, если он берется, он может там переключать, учить на мембрайсе слова. То есть, кто же против, пожалуйста, учи. Вот, поэтому даете такую вот альтернативу, да, и когда вот знакомитесь со смартфонами, важно использовать смартфоны именно в развивающих целях. Вот, если выбирать планшет, то надо выбирать такой, который будет предусмотрен для безопасного чтения книг. Сейчас очень много родительских контролей, всяких программ, при которых можно отключить там YouTube, и все такие это, и без вашего разрешения ребенок не скачает ни одну программу. Потом можно ставить на телефон использование экранного времени, то есть ребенка это уже приучает к дисциплине. Например, вы говорите, в день вот тебе разрешено пользоваться им 3 часа. Но это уже детям постарше, таким уже подросткам, и он уже смотрит и использует, рационально использует, уже смотрит и как им правильно распределиться этим временем. Дальше, найдите совместные увлечения для детей и родителей. Вот вместе, да, там, вместе чем-то заниматься. Например, утром делать там зарядку. То есть дети, когда гаджетозависимым, это значит, у них потеряна связь с родителями. То есть он родителя ищет в гаджетах, да, который его там успокоит, защитит и вместе что-то сделает. И установите вот регламент, да, пользования мобильным телефоном. То, о чем я вам говорила. Родительский контроль, то есть вы можете ограничивать время пользования телефона, да, ограничение скачивания игр каких-то, программ, блокирование таких, да, вот, и таких большое количество программ, которые называются родительский контроль. И важно, конечно же, дружественные отношения, чтобы были между родителями и детьми. И важно, у каждого из вас может быть разная жизненная ситуация. Сейчас вы можете сказать, ой, там, устаза по шаблону говорить. Нет, говорю не по шаблону. Я вам говорю, как мама, которая воспитала своих троих детей без участия отца, по семейным обстоятельствам, папа присутствовал в жизни детей очень редко, не потому что не хотел, а потому что был вынужден. Вот. И мне приходилось все делать, и до сих пор большинство, большая часть делать для них самой, да, то есть это эмоциональное состояние, все остальное, да. И у каждого жизненная ситуация своя. И нужно смотреть, померить своих возможностей и сделать так, сделать так, чтобы проводить с ребенком буквально 10-15 минут перед сном. Это вы можете, каждый из нас может это сделать. Для себя вы делаете. Бывает так, что вот сестры, которые сами приходят полечиться от гаджета зависимости, да, и я им говорю, вот что вы делаете перед сном, сижу в телефоне. Ну, а отложить телефон и 10-15 минут пообщаться с ребенком, времени нету. Поэтому нужно это время, обязательно можно это выделить. Можно устроить прогулки на свежем воздухе, а потом куда-то пойти, там, в парк отдохнуть, еще что-то. В тот же самый даже магазин сходить, берите ребенка, берите кого-то, если у вас много детей, да, там, то сделайте так, там, с одним сходите в магазин, а с другим, там, приготовьте вместе кушать, с третьим, там, пообщайтесь перед сном, да, если так вот разделить, вот вам и рецепт, как разделить внимание среди детей. Вот. Поэтому, ну, сказать, что, ой, нет, у меня это не получится, у каждого получится, невозможно сказать так, что не получится. Поэтому, при зависимости у детей, вот у них, ребенок может забывать о своих обязанностях, обязанностей, которые на него возлагали, потом он везде опаздывает, не может сосредоточиться, и еще он начинает быть замкнутым, вот. Если ваш сын или ваша дочь предпочитает телефон играм, предпочитает телефон играм с друзьями, то это, конечно же, явный повод задуматься об отношении с гаджетами, да. Вот. Поэтому нужно найти ему занятия, вот, и наладить контакт между ребенком и вами. Обозначить такие зоны, которые будут без смартфона, без гаджетов. И вы сами должны в этих зонах тоже участвовать. То есть, если вы там, например, говорите ребенку там, за столом мы не используем, с телефоном мы не кушаем, то вы тоже с телефоном не кушаете. Понятное дело там, что кто-то, если, например, работаем онлайн, вот, я, например, работаю онлайн, у меня бывает там смс-ки приходят, да, там, когда урок, не когда урок, там, что еще, как-то вот так, да. Но если я знаю, например, что вот утро у меня свободное, я никуда не опаздываю, у меня урок там через два часа, и там, ну, может мне кто-то написать смс, да, но там 10-15 минут завтрака, который там есть, да, или пускай даже 20 минут, да, если, я всегда говорю, если у вас вопрос жизни и смерти, мне надо звонить, потому что у меня часто телефон на беззвучном стоит. Почему? Потому что смс-поток идет. Этот поток не прекращается даже ночью. И поэтому у меня телефон всегда стоит на беззвучном. Я часто в него заглядываю, да, вот, но он у меня стоит на беззвучном, потому что невозможно. Постоянно, если он будет на звучном, будут звуки. Я говорю всегда мне звоните, если у вас прям вопрос жизни и смерти, и там, родственникам тоже говорю, если вам срочно я нужна, звоните. Поэтому если мы кушаем без смартфона, значит, мы все кушаем без смартфона. Вот, если там, например, мы идем гулять и договариваемся, что во время прогулки мы телефоны не используем, то мы телефоны не используем. Вот, ну, то есть это уже тоже индивидуально вы смотрите и придумываете свои ритуалы. Естественно, они не противоречат нашей религии, да, и вы не делаете это из чего-то, какой-то религии, что-то, принадлежность к религии, да. Если вы придумываете свои какие-то традиции, да, не противоречащие шариату, такие семейные традиции, то без проблем, да. Вот. Дальше. Не критикуйте интересы ребенка. Например, если у него есть какие-то интересы, да, то же самое там гаджеты, он там может наблюдать за животными, да. Не критикуйте его интересы, да. Наоборот, сами тоже проявите к этому интерес и скажите, ой, а как это, а ну-ка расскажи мне. Давай вот это. Просто, если вы хотите использование гаджетов на минимум, да, снести, но нельзя критиковать. Если вы начнете критиковать, ребенок будет искать того человека, который не будет критиковать, будет согласен, и так у вас связь с ребенком будет теряться. Позвольте ребенку чувствовать успех, да, если он где-то что-то делает, да, вот, то похвалите его за это. Ой, ты молодец, там, ты хорошо, у тебя это хорошо получается. То есть если он там чем-то занимается, обязательно позвольте ребенку чувствовать успех и поддержку от вас, да. И что вы еще делаете? Контролируйте использование гаджетов и выдерживаете вот эту линию поведения, то же самое. И еще раз повторюсь, сами тоже это делаете. То есть нельзя сказать, что вот ребенок делает, а я не делаю, да. Как же правильно контролировать, чтобы не было агрессии, чтобы не потерять связь с ребенком, чтобы не стать ребенку врагом, да. Нужно это делать спокойно. Сейчас, одну секундочку, сестры, извиняюсь. Смелях. Вот, как правильно контролировать мы будем. Сначала мы спокойно должны, без давления на ребенка, мы должны начать объяснять ребенку правила. Вы сначала обдумываете, не так, что вы вот, а, увидели, а, все, вот там. И вводите правила. И за эти правила вводите соответствующее наказание. Почему? Потому что если будут правила, и за несоблюдение правил не будет наказания, то это породит безнаказанность. То он скажет, я нарушил правила, мама никак не отреагировала, то есть меня никак не наказали, ни мама, ни папа. Ну, я и дальше могу нарушать эти правила. Да, будет соглашаться с вами, когда вы будете говорить там, вот там, у нас такие-то правила. Да, 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 да. А нарушать их будет. Почему? Потому что он не будет чувствовать ответственности. У нас же в религии тоже так же. Если ты соблюдаешь и если ты нарушаешь, то у тебя есть соответствующее наказание. Поэтому наказание обязательно должно быть. И вы думаете, какое наказание будет за это. Ну, а как наказывать? Да, наказывать нужно смотреть и лишать то, что ему любимо. Например, там, вы говорите, целую неделю ты не получаешь сладости. Или там, эту неделю ты не получаешь на карманные расходы, если вы там даете. Или ты, ну, я говорю неделю, вы можете сказать на 2-3 дня. Если сильный такой проступок, на неделю. Если еще сильнее, там, можно и на месяц. То есть вы сами думаете, исходя из этой ситуации, которая у вас сложилась, да. И обязательно делайте то, что вы обещали. Вот вы договорились. Например, договорились с ребенком. Мы используем гаджет. Мы за столом не используем гаджет, и гаджетом пользуемся. За час до сна все выключаем. Во время, в дневное время, я тебе разрешаю под родительским контролем пользоваться гаджетом 2 часа. Это я уже говорю с тем ребенком, с которым можно договориться. А с 7 лет уже можно договариваться. Сказать, что нельзя договариваться, сестры, это будет ваш самообман и сопротивление. Поверьте мне, сколько уже моей личной практики. Я уже вырастила, альхамдулля, троих детей до подросткового возраста. Уже один из них уже взрослого. Уже такой возраст в исламе, что уже ответственность есть. У одного, у второго ребенка, у третьего ему еще годика-два, и он уже будет тоже. Ответственность та, которая перед Всевышним Аллахом. То есть он уже ответственный перед Аллахом, и уже его дела записываются. Его книга открылась, и дела записываются. Важно до этого возраста довести ребенка к вот этой ответственности. И поэтому сказать, что с ребенком 7 лет нельзя договориться, ну это будет ложь. Я сколько и сама на себе это испытала, и знаю, видела, и учила, и была практика. Поэтому когда говорят мне, что нельзя договориться, это самообман, когда родитель хочет оправдать что-то и не делать. Зачастую бывает, что родитель слишком доброту проявляет. То есть там нужно поработать с отношением, да, к этой ситуации и к самому ребенку, да. Поэтому делайте то, что обещали. Вы пообещали? Исполняйте. Это будет принимать ваш авторитет. Если вы будете делать то, что вы обещаете, это будет повышать ваш авторитет. И, конечно же, нужно задавать себе такие вопросы. Вот если вы хотите проверить себя, вот это вот вы задаете себе такой вопрос. Как часто я провожу время с семьей без гаджетов? Как часто мы проводим время, что вот в наших руках нету гаджетов? Как часто ребенок видит вас с гаджетами в руках? Если вы целый день с гаджетом в руках, и вы ребенку говорите, гаджет это зло, то значит зло, о котором вы говорите в ваших руках. Нет. Я вам еще раз, вот вначале я вам говорила, что нельзя совершенно сказать ребенку, что гаджет это зло, все это плохо и все-таки. Вот. Нет. Нужно объяснять, что как с гаджетом пользоваться, как с ним пользоваться и как обратить его на благо себе. Вот. Дальше. Если вы сами используете его как рабочий инструмент или как средство для развлечения, вот задайте себе вопрос. Я использую этот гаджет для развлечения себе или как рабочий инструмент, чтобы мне там послушать уроки, общение, да, то есть или я там сижу и в игре играю или развлекаюсь там просмотрами разных видео, да. Поэтому вот эти инструменты помогут вам с детьми, если вдруг есть это гаджетозависимость, то есть поможет их избавить от этой зависимости. Ну, естественно, если это не глубокая стадия, если это уже глубокая стадия, то там нужен уже специалист, который будет вам помогать прописывать четкие правила, четкие инструкции, по которым нужно будет идти и избавляться от этой зависимости. Так. Если у вас есть вопросы, задавайте вопросы, сестры, давайте уделим внимание вашим вопросам. Так. Как вы считаете? Сейчас. У меня дочке на неделе дочке семь лет будет. Как с намазом? Все же она может не читать, например, дневные три читать, а ночной и утренний читать. К чему вы хотите ее приучить? Что утренний и ночной намаз можно пропускать? Смотрите, уже начинайте приучать, скажете, что ребенок не приучится, тоже это ложь. Если Всевышний Аллах вменил нам в обязанность учить намазу уже с семи лет, значит, этот ребенок, он сможет и научиться, и сможет это воспринимать, и сможет это делать. Чтобы, например, вставать на утренний намаз, что нужно делать? Пораньше ложиться спать. Например, в зимнее время, зимнее время, а утренний намаз, он выходит где-то, вот у нас, например, 7.50 он выходит. В это время уже все встают и собираются в школу. Ну, аль-хамдуля, мои не ходят в школу, но все равно, да, но они уже, я вам говорю, уже двое из них уже, у них ответственность есть, поэтому хочешь, не хочешь, им нужно уже вставать, но они, аль-хамдуля, в этом проблем нет. Младшего еще, у него он уже в возрасте тамид, он уже пятикратный совершает, чтобы к возрасту мукалляф он пришел осознанно, и чтобы там не было у него, когда родитель не видит, он и не делает этот намаз. Вот, поэтому приучайте все равно на утренний намаз, например, будите, вот, хорошее время зимой приучить, летнее время тоже постараться ложить, с утренним могут быть, зайти проблемы, а с ночным какие проблемы? Ночной намаз, вообще, если зимой он там заходит в 6, в 6-10 вечера, сделает пусть, сделает дело, гуляй смело, да, вот, поэтому родители сами, они могут стать причиной того, что вот ребенок, у ребенка появляется вот эта лень, поэтому дочки, если ваши уже 7 лет, приучайте уже постепенно, потихоньку к пятикратному, вы же хотите, чтобы она совершала этот намаз, уже, даже если вы ей не будете говорить, уже иногда даже к такому приходим, что дети, тебя будет, хотите дойти до такого уровня, что дети вас будили на утренний намаз, то приучайте в любом случае, так, прекрасный эфир, Аллахумабарик, Алхамдуля, а да, да, о, маша Аллах, оказывается, продаются эти вещи, я честно, сестры, у меня уже дети такие взрослые, что они, им даже уже не интересно будет такими вещами пользоваться, но уже у них возраст не тот, да, в арабских странах они за 500 можно попросить знакомых, чтобы привезли в машах, до сих пор есть, Алхамдуля, вот такие планшеты можно использовать вот детям от 3 лет, да, что вот они хотят посидеть, вот кнопочку она нажала, и она слушает там суру какую-то, ей это развлечение и привыкает к Маша Аллах, вот такие два вышли, привезли нам измейки, вот кто-нибудь на умру в любом случае слышно меня, сестры? Напишите, пожалуйста, в чате, слышно меня или нет? Сейчас, да, слышно, ага, хорошо, смотрите, вот отвечаю на вопрос, как можно поставить себе контроль, если учеба, работа и общение собрано в телефоне? Очень тяжело, я сама вот такая же, потому что у меня работа, учеба, ну общение, естественно, у нас у всех через телефон, да, но можно поставить себе то же самое договориться, да, сам собой договор тоже заключается и свидетель этому договору Всевышний Аллах, вот, договориться, что там в такие-то часы я не использую, зачастую до сна не использую, это можно сделать, например, там, делать себе детокс от этих, рассчитывать свое время, например, делать дни, в которых у вас нет ни учебы, ничего там, хотя бы один день в неделю, сделать так, что и в этот день максимально только для, там, если вам нужно, там, написать смс или там у вас срочный-срочный звонок, вот только тогда его использовать, да, то есть делать такие детоксы в эти дни и в ставить лимит использования на разные приложения, это для чего вам? Для того, чтобы был контроль, если вы знаете, что вы там зашли в одну соцсети, бесконтрольно можете два-три часа просидеть бесполезно, то да, вот тогда в этом использовать, вот сестра сказала про лимит, я это говорила выше, да, контроль себе можно тоже самое сделать, но бывает так, что, например, вы часто используете кто-то там Инстаграм, для него площадка для продажи, для рекламы, да, и, ну, своего товара там или что-то еще, и им постоянно нужно коммуницировать. Если, конечно же, вы поставили там лимит час, и вы этот час там использовали, и все, а если вы не будете заходить, а вам нужно постоянно, да, то это, конечно же, тяжело, вот, и будет нарушение, и вы сами себе, когда человек нарушает, сам себе обещает, человек нарушает, тоже у него вот это подавление идет с самого себя, да, и дискомфортно он себя будет чувствовать потом перед Всевышним Аллахом в первую очередь, что пообещал, вот не использовать, а сейчас вот нужно и использовать. Поэтому лучше устраивать вот такие детоксы, детоксы там перед сном, за час до сна не использую, это и по здоровью хорошо, потом дальше там вот раз в неделю у меня выходной, например, писать даже всем там, у меня выходной там, в субботу не пишите мне, тот, кто пишет, даже если пишет, да, бывает так, что, например, я выделила себе один день, это воскресенье, воскресенье я не отвечаю на эсэмэс, там, такого характера, профессионального характера, там, если там личное что-то, там, может кто-то написать, но я часто это нарушаю, сама вот скажу вам, да, и вот, но я себя очень-очень там, очень-очень приучаю, да, что вот уже у меня там выработалось уже, я до трех часов дошла, что я три часа не отвечаю ничего и хочу вот дойти до целого дня, иншаллаху-та-галли, вот вам и советую, да, вот, до этого дойти, чтобы вот раз в неделю хотя бы, да, у вас был детокс от использования телефона, если вы в телефоне работаете, учеба и все остальное, да, вот, чтобы это осталось у вас как средство для связи, если там вам срочно какой-то родственник позвонил, да, или срочно какое-то дело вам кто-то там позвонил, вы ответили и все, вот, а то, чтобы учебы там не касаться и всего остального, вот, дойти до такого, потому что, но это нужно, потому что, когда вы отдыхаете, вы, у вас перезагрузка идет, у вас больше сил появляется и, конечно же, у вас и силы и на поклонение появляются и все остальное. Вот так, дорогие сестры, ахамдулия, мы закончим. Сегодняшний эфир закончим. Иншаллаху тааля. Через неделю у нас с вами будет урок, это половое воспитание детей. Вот. Иншаллаху тааля. И на, потом у нас будет роль отца в отношении к детям и роль матери. Январь месяц мы с вами будем уделять, я еще раз повторюсь, будем уделять воспитанию детей и их, уделение им внимания. То есть, о воспитании детей мы с вами уже много говорили, вот, поэтому мы уже точечно, те темы, которые я когда-либо обещала раскрыть, я пометки ставила, и в этом месяце я решила, что вот этот месяц мы посвятим раскрытию этих тем. Барак Аллаху фикунна. Ва чазакун Аллаху хайран. Дорогие сестры, иншаллаху тааля встретимся с вами через неделю. Субханаке Аллахума бихамдик, ашхаду аля илляха илля ант, астахферуке, аатубу иллях. Саляму алейкум, рахматуллахи, ва баракятух. Ва я кунна. Всем пусюшни Аллах воздаст благом. Амин, амин. Амин.